Ну что, друзья, я предлагаю нам начинать. Все, кто хотели, уже здесь присутствуют. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, партнеры. Мы приветствуем вас на нашем ежегодном мероприятии «Старый Новый год в кругу друзей». Шутка ли, но мы сами не до конца можем с правдой сказать, в который раз все мы здесь сегодня собрались. Мы даже с коллегами утром подискутировали на эту тему и однозначно сошлись в том, что встречаемся мы здесь сегодня, чтобы отметить совместное четверть века. Это серьезный показатель, достойный уважения. Предлагаю всех нас за это поблагодарить аплодисментами. Почему эта конференция такая востребованная? Что она дает? Она дает однозначно знания о современных технологиях. Возможность обмена опытом. Возможность просто пообщаться друг с другом и ощутить эту старо-новогоднюю атмосферу с ароматом мандаринов. И есть такая народная картофельная примета «Как год начнешь, так его и проведешь». Сегодня здесь собрались однозначно профессионалы своего дела, новаторы, не побоюсь этого слова, лучшие из лучших, те, кто впервые применяет новые технологии, новые продукты в своем производстве. А как мы знаем, первым зачастую бывает нелегко. Но, как сказал Роберт Рождественский, «Если вы есть, будьте первыми. Первыми, кем бы вы ни были. Из песен – лучшими песнями. Из книг – настоящими книгами. Первыми будьте и только. Пенными, как моря. Лучше второго художника – первый маляр». Спросит вас Арабелла, кто же тогда останется? «Если все будут первыми, кто пойдет в замыкающих?» «А вы трусливых не слушайте, вы их сдуйте, как пену. Если вы есть, будьте лучшими. Если вы есть, будьте первыми. Если вы есть, попробуйте. Горечь зеленых побегов. Примериваясь, потрогайте. Великую ношу первых. Как самое неизбежное – взвалите ее на плечи. Если вы есть, будьте первыми. Первым труднее и легче». Друзья, сейчас мы хотим поблагодарить участников нашего неформального конкурса, которого мы с коллегами из Сингента подумали, обсудили и решили наградить тех номинантов, кто в уходящем сезоне сделал чуточку больше, кто внедрил новые технологии, кто успешно развил уже имеющиеся технологии, чтобы увеличить эффективность производства, чтобы улучшить качество. Все те, кто из вас своими действиями сделал нашу с вами жизнь чуточку легче и проще. Коллеги действительно здорово постарались, и мы хотим наградить их за это памятными призами. Это ручные часы индивидуальной работы. И сейчас я буду вызывать на сцену по одному представителю от каждой компании номинанта. Поэтому, пожалуйста, коллеги, не стесняйтесь, выходите ко мне. И помогать с награждением я попрошу моего коллегу Дмитрия Горобца, это руководитель по средствам защиты растений для специальных культур. Дим, выходи сюда, будь признателен. Приветствую тебя. Первая номинация звучит следующим образом. За внедрение современных технологий производства картофеля в условиях экстремального климата Астраханской области. МАПС. Астраханская область. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, не уходите со сцены. За участие в совместном проекте по определению максимальной продуктивности двух видов картофеля, раннего и на переработку, с проведением комплексного экономического анализа. Ирика, Ставропольский край. А вы не стесняйтесь, потом можно будет забрать. За организацию проведения уникального полевого мероприятия «Картофельные технологии-2023», посвященного аспектам выращивания картофеля на переработку. Райгород. Волгоградская область. За развитие современных технологий производства семенного картофеля на основе меристемного размножения в Уральском федеральном округе. АПК Белореченский. Свердловская область. За внедрение цифровых технологий, управление производством картофеля на основе платформы Кропвайс. Здесь у нас коллеги, мне подсказывают, из компании «Мано Тульская область» сегодня не присутствуют, но мы обязательно передадим им поздравления. А, все здесь. Тогда мы приглашаем на сцену компания «Мано Тульская область». За проведенную научно-исследовательскую работу по измерению влияния на продуктивность картофеля, препаратов направления «Биологические продукты и питание растений». Тверь. Агропром. Тверская область. Мы передадим поздравления коллегам. За внедрение современных технологий защиты и питания растений картофеля, ежегодно обеспечивающих выдающиеся результаты по урожайности и качеству. Фермерское хозяйство «Лобзина». За многолетнее сотрудничество в проведении опытов с новыми продуктами компании «Сингента». Агроплант. За проведенную научно-исследовательскую работу по измерению влияния на продуктивность картофеля, препаратов направления «Биологические продукты и питание растений». Дружба-2. Брянская область. И у нас остается финальная номинация. Мы не уверены, что сегодня здесь есть представители этой компании, но мы не можем их не отметить. За организацию и проведение практического полевого семинара, посвященного аспектам выращивания столового картофеля. Слава картофелю, Республика Чувашия. Давайте наградим аплодисменты. Коллеги, спасибо большое. Поздравляем вас еще раз. Теперь давайте послушаем, что происходит в целом с рынком, с картофельной отраслью. Что было, есть и будет в ближайшей перспективе. Сейчас на сцену я приглашаю одного из самых опытных представителей картофельной отрасли, исполнительного директора картофельного союза, Алексея Петровича Красильникова. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Хотелось бы передать приветственные слова от руководителя союза Сергея Николаевича Лупехина, Татьяны Дмитриевны Губиной. Большая признательность за приглашение и участие в такой интересной конференции. Хочется пожелать и компании «Сингента», и всем участникам рынка хорошего года. 24-го, я думаю, он будет не совсем простой. Очень приятно видеть в зале представителей компаний, участников союза. И, собственно говоря, хотелось, прежде всего, рассказать о картофельном союзе. Собственно говоря, нам уже порядка 12 лет. Союз был организован в 2011 году. Основатели это были на тот момент порядка 20 компаний. На сегодня в наших рядах уже более 90, приближаемся к 100. Спасибо всем за поддержку. И, собственно говоря, приглашаем тем, кто еще не вступил в картофельный союз, обязательно принять участие в нашей тесной кампании. Одна из задач картофельного союза, в общем-то, является продвижение интересов участников рынка и доведение наших интересов, мнений, трендов до сведения органов управления ПК, Государственной Думы, Совета Федерации, правительства. Мы видим определенные тенденции, собственно говоря, которые наблюдаются на рынке. И, в частности, хочу обратить внимание, какая у нас динамика. Мы проанализировали ту статистику, конечно, про статистику очень часто говорят о том, что это достаточно лукавая такая наука и вещь, но, тем не менее, по итогам двух всероссийских сельхозпереписей и микросельхозпереписей 2021 года, видим о том, что идет сокращение производства выращивания картофеля и овощей, открытого грунта в секторе ЛПХ, причем, если раньше эта динамика сокращения отмечалась около полумиллиона год и статистики уходила из факта, из рынка, последние годы в секторе ЛПХ сокращение ежегодно составляет около миллиона тонн. Вместе с тем мы видим наращивание продукции, производство продукции, вот на этом слайде, в секторе, товарном секторе, да, это сельхозпроприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, и, собственно говоря, если такие тренды будут сохраняться, перед нами, перед товарным сектором ставятся достаточно амбициозные задачи, то есть мы предполагаем о том, что к 26-му году производство в товарном секторе должно достигать около 12 миллионов тонн. Вот здесь цифры еще не исправлены, 8,2, а это 2023 год. Росстат на днях озвучил, и министерикоз подтвердил о том, что в прошлом году мы достигнули очередного рекорда 8 миллионов 600 тысяч тонн. Это практически на полтора миллиона тонн больше, чем урожай 2022 года, и причем такого рекорда мы достигнули, собственно говоря, не экстенсивным путем, то есть за счет наращивания площадей. Площадь сохранились как на уровне 2022 года, то есть 316 тысяч тонн. Но погодные условия, другие факторы, прежде всего, конечно, подросли качество семенного фонда, спасибо поставщикам средств защиты растений, которые, в общем, внесли свою лепту, и у нас выросла урожайность, причем в некоторых регионах, в частности Брянске, в Туле, урожайность достигала 100 тонн. В среднем урожайность зафиксировалась на уровне по России 32, 32 тонны с гектара, но, судя по всему, за счет роста высоких технологий и других факторов, этот показатель будет расти. И вот если посмотреть двадцатку этих регионов-лидеров, мы видим о том, что вот на эту двадцатку приходится 72% выращенного урожая. Традиционно, конечно, у нас в лидерах Брянская область, Тула сохраняется. Спасибо Астраханской области, которая за последние годы, в общем, практически утроила свой вклад по раннему картофелю, прежде всего. Мы надеемся о том, что такие тенденции будут сохраняться. И, собственно говоря, наши поставщики раннего картофеля уже успешно конкурируют с египетским. Раньше поставки сохранялись на уровне около полумиллиона тонн. В прошлом году импорт у нас сократился до практически 300 тысяч тонн. Посмотрим, как будет дальше развиваться. Ну, это структура нашего баланса. Потом я не буду сейчас погружать. Но, тем не менее, мы видим о том, что только для продовольственных целей нам нужно порядка 8 миллионов тонн. И, в принципе, мы с этим успешно справляемся. Наращиваются объемы по направлению переработки. И, собственно говоря, основные драйверы, которые мы видим, которые будут снимать излишки продукции, это экспорт, конечно. Экспорт у нас растет год от года. И, конечно, промышленная переработка по разным направлениям. Это фри, чипсы, хлопья и крахмал, к сожалению, не в таком уровне, как хотелось бы. Но еще в прошлом году, в общем-то, анонсированные в разной степени реализации находится строительство порядка пяти крупных проектов по промышленной переработке. Причем эта география достаточно интересная. Это и Калининград, и Ленинградская область, Орел, в Липецке. В следующем году, даже в этом году, мощности по Вифраеву увеличится практически в два раза. И, собственно говоря, в ближайшие годы, наверное, мы полностью закроем отечественным картофелем фри все потребности, и останется достаточно большой задел на экспорт этого картофеля-продукта. На этом слайде мы приводим информацию по импорту и экспорту. Мы видим о том, что, собственно говоря, импорт у нас снижается достаточно уверенно, а вот экспорт, он подрос в прошлом году до 326 тысяч тонн, что для нас стало сюрпризом. Полагаем о том, что такая динамика будет сохраняться. Ну и, собственно говоря, возвращаясь к переработке, на текущий момент мы перерабатываем порядка полтора миллиона тонн, предположительно о том, что к 26 году будет перерабатываться не менее трех миллионов тонн картофеля в пересчете на сырье. Видимо о том, что, собственно говоря, будут наращиваться и фри, и чипсы. Говоря о селекции, мы видим о том, что вот наиболее такие раскрученные сорта это по фри и новатор, челленджер, людмила, фонтана. Есть и российская селекция. По российской селекции хочу отметить о том, что до 30-го года пролонгирована реализация подпрограммы ФНТП. В конце прошлого года завершился дополнительный отбор новых участников этой подпрограммы. Ежегодно выделяются достаточно серьезные средства. Если говорить о чипсовом направлении, ну вот эти сорта лидеры, да, появляются интересные сорта и отечественные селекции, тут же Евпатии, допустим. Ну и настораживает вот небольшой такой прогноз или в общем распоряжение правительства России обозначены индикаторы по росту или доли отечественной селекции по разным основным стратегическим культурам. И вот по картофелю достаточно, ну и такая интересная динамика. Она достаточно реальная до 29-го года. Вот, но любопытен такой рывок, который предполагается совершить нашими семеноводами и селекционерами и довести до 30-го года до 50% отечественной селекции на наших полях. Вот, ну вызывает некоторое смущение, конечно, и похожая ситуация, кстати, и по сахарной свекле. Ну посмотрим, как это будет реализовываться. Мы провели анализ выданных сертификатов по системе Росельхозцентра и Росельхознадзора. И вот на этом складе, в общем-то, 20 сортов лидеров, на которых приходится 74% всего сертифицированного посадочного материала. То есть в этом реестре 174 сорта, и вот 172 тысячи тонн было сертифицировано. Хотя есть уже и отечественные сорта. Вот сорт Садон, допустим, присутствует, который набирает популярность, и мы пожелаем компании Фотагра и другим семеноводам двигаться в этом направлении. Если говорить о мини-клубнях, то да, вот и в предыдущем слайде я хочу обратить внимание, что в основном представлены сорта для промышленной переработки. И надо дать должное о том, что именно вот те компании, которые работают на промпереработке, они более, скажем так, правильно подходят и прежде всего сертифицируют свой посадочный материал. Ну вот если говорить о перспективах, то тоже вот мини-клубни, то есть те семена, которые будут потом лидерами через 5-6 лет, тоже здесь мы видим в основном это сорта для промышленной переработки, то на этом слайде представлены компании-лидеры по сертификации семенного материала. В основном, кстати, здесь интересно о том, что это участники картофельного союза, кто не вошел, приглашаем сюда. Вообще интересно тоже вот всего в этом реестре, это и по системе Россельхознадзора и Россельхозцентра, хотя вот на Россельхозцентр приходится 93% выданных сертификатов, а вообще в этом перечне зафиксировано 210 юридических лиц, то есть те компании, которые занимаются семеноводством в нашей стране. И вот на эту, скажем, 20-ку лидер приходится 59% всего сертифицированного материала. Собственно говоря, хотелось бы на этом завершить и пригласить всех участников рынка на предстоящую большую выставку картофель и овощи, которая состоится 24-26 января в Москве. Уже многие зарегистрировались как участники, у нас будет у картофельного союза отдельный стенд, поэтому всех прошу любить и жаловать, приглашаем в гости. Очень насыщенная программа, три дня, куча мероприятий. Приглашаем и представителей управления органов АПК, института, министерства, ведомства. Будет много интересной информации. Хотелось бы пожелать сегодня всем хорошего дня, активного участия. И надеюсь о том, что вот такие мероприятия компании Сингента, они всем на пользу и рынку. И всем-всем-всем. Спасибо за внимание. Алексей Петрович, спасибо. Насколько мне известно, Сингента тоже планирует свое участие в выставке картофель и овощи. Команда Сингента каждый год стремится улучшить качество сервисов и продуктов, которые продвигает на рынок для производителя картофеля. И начиная с 2024 года, вы, все здесь присутствующие, уже сможете применить этот комплексный подход на своих полях, который, безусловно, приведет к увеличению эффективности, что будет выражаться в количестве картофеля, товарной фракции, выходящих с каждого гектара. И сейчас я на сцену приглашаю своих коллег, руководителя направления биологические продукты в России и странах Казбек, Ольгу Максимову, руководителя клиентского маркетинга Сингента Ольгу Кудрину и директора направления цифровых сервисов Сингента Михаила Копытина. Коллеги, я уверен, поделятся с нами информацией о том, как... Развить потенциал, защитить потенциал. И, конечно же, управлять потенциалом на протяжении всего сезона вегетации. Ольга, приглашаю тебя на сцену. Ну что ж, добрый день, дорогие гости. Я рада приветствовать вас на нашем ежегодном традиционном мероприятии. И сегодня мы с вами будем очень много говорить о картофеле, а также о тех опасностях, которые его подстерегают в период вегетации, хранения и не только. Ну что ж, вы, как никто другой, знаете о том, что путь к высокому урожаю начинается с посадочного материала. Посадочный материал должен быть чистым, свободным от инфекций, без механических повреждений. И на самом деле борьба за урожай начинается еще во время вегетации прошлогоднего картофеля, то есть, по сути, чуть ли не за год до посад. И только лишь картофель, содержащий достаточное количество кальция, обладает необходимой лёжкостью. И за счет утолщения клеточной стенки как раз может противостоять инфекциям или даже механическим повреждениям. Ну а мы с вами тем временем очень бережно опустили наш чистый картофель в благодатную почву. И на этом этапе крайне важно обеспечить быстрый и уверенный старт. И мы с вами знаем, что чем быстрее мы сформируем корневую систему, чем мощнее, больше она будет, тем быстрее растение начнет питаться, и тем лучше мы сможем реализовать потенциал урожайности сорта. И очень хорошо, что здесь нам на помощь приходит биостимулятор с корнеобразующим эффектом, например, Радифарм в нашем портфеле, который, как доказано в многочисленных опытах, может в среднем на 36% увеличить корневую массу и дать тот самый необходимый задел растениям. И стоит также заметить, что Радифарм не только обладает корнестимулирующим эффектом, но еще и помогает растению пережить тот стресс, который оно испытывает при посадке, снизить этот уровень стресса и начать вегетировать, наращивать надземную часть как можно быстрее, что, безусловно, тоже очень важно для формирования будущего урожая. Но и здесь нас подстерегает опасность, потому что во время быстрого роста растение может столкнуться с локальным дефицитом элементов питания. И этот дефицит уже будет являться важным лимитирующим фактором для формирования будущего урожая. Поэтому здесь важно вовремя применить листовые подкормки и восполнить тот самый дефицит элементов питания. Обращайте внимание на то, что подкормки должны быть, конечно, адаптированы для листового применения, обладать максимальной всасываемостью, растворимостью и так далее. Казалось бы, так много уже сделано для реализации потенциала. Корневая система сформирована, листовой аппарат отрастает, фотосинтезирует. Мы восполнили дефицит макро- и микроэлементов, но можно уже выдохнуть и просто спокойно ожидать высоких урожаев. К сожалению, опять нет, потому что на данном этапе наше растение также подстерегает опасность в виде абиотических стрессов. Это могут быть колебания температуры, возможно, возвратные холода, может быть недостаток влаги в почве или, наоборот, ее переизбыток, механические повреждения. Таких видов стрессов очень много. И это мощный лимитирующий фактор, опять-таки, для формирования будущей урожайности. Потому что абиотический стресс может не только остановить вегетацию растения, но и даже полностью погубить культурное растение. И, кстати сказать, стоит заметить, что мы считаем отсутствие визуального проявления стресса абсолютно не означает, что его нет. Скорее всего, он есть. Поэтому, пожалуйста, применяйте аминокислотные комплексы в качестве профилактики для контроля стрессов и используйте их в критически важные фазы развития культуры. Ну вот, пожалуй, теперь мы можем сказать, что мы сделали все по максимуму для реализации потенциала растений. Но этого недостаточно, потому что мы должны этот потенциал сохранить и защитить. Ольга, а что же мы можем сделать для того, чтобы этот потенциал сохранить и защитить? Передаю тебе волшебный кликер. Спасибо. Ну, конечно же, все наши усилия по раскрытию потенциала растений могут свистеть на нет из-за болезней, вредителей и сорных растений. Как только наш материнский клубень попадает в почву, он подвергается атаке почвенных патогенов и вредителей. И чтобы нивелировать эти риски, крайне важно построить качественную защиту с самого начала. Ведь мы все прекрасно знаем, что правильный старт это основа и фундамент нашего будущего урожая. От культурных растений не отстают, а иногда даже опережают их развитие сорные растения. И они могут стать причиной потери урожая с каждого гектара нашего поля. И современные системы защиты включают качественные гербициды. И здесь очень важно, чтобы гербицид был и эффективный, и мягкий по отношению к культуре. И только тогда наш картофель выйдет победителем. И мы реализуем весь заложенный потенциал. Я думаю, что все в этом зале согласятся, как важно думать о вегетационной части растения и защищать именно ее. Ведь именно листья, каждый квадратный миллиметр нашего листа, это фактически зеленая фабрика по закладке нашего будущего урожая. А очень много тех, кто хочет атаковать и совершить рейдерский захват нашей зеленой фабрики. Это всем вам известный фитофтороз, альтернария, антракноз и другие вредители, я бы сказала, преступники. Но даже в самых сложных условиях можно построить индивидуальную систему фунгицидной защиты и тем самым добиться высоких урожаев. Таким образом, мы с Ольгой рассказали вкратце о развитии и защите потенциала картофеля, но очень еще важно им грамотно управлять. Все мы с вами привыкли к системе «Умный дом». Так вот, теперь настало время построить систему «Умное поле». Об этом и расскажет Михаил. Коллеги, и следующим этапом, следующей вехой в технологии в комплексном сопровождении картофеля являются уже те возможности, которые дают нам цифровые технологии. Сингента идет в ногу со временем и уже на протяжении четверти века мы с вами встречаемся на этом большом мероприятии для того, чтобы как раз узнать, а что нового есть на рынке, что можно использовать в плане новых подходов для того, чтобы улучшить результат, упростить себе где-то жизнь и самое главное — увеличить урожайность и рентабельность производства. И одним из таких инструментов сейчас является комплексная цифровая платформа по управлению игропроизводством «Круппайз». Во-первых, мы ее используем сами. для агрономического сопровождения каждая из менеджеров продажа полевых экспертов на протяжении всего сезона работой вместе с ней для сопровождения опытов, для продвижения и отслеживания тех препаратов, которые у нас есть, которые мы поддерживаем непосредственно на протяжении всего сезона, для полевых объездов, для сохранения данных и самое главное — для составления консультаций и рекомендаций, которые мы даем последствия для наших аграриев. Но также мы предлагаем еще использовать и вам также. В первую очередь хотелось бы сказать, что мы на протяжении 10 лет, а именно столько сейчас Сингент развивает цифровые технологии, столько существует продукт, на протяжении 10 лет мы развиваем функционал по вашим отзывам для того, чтобы сделать из него действительно настоящего помощника в руках агронома. И вот такой как раз помощник вот в первую очередь это наблюдение за вашими полями. Во-первых, мы используем спутниковые снимки и у нас есть 4 спутниковые группировки, которые мы используем. Самая точная из них — это 3,5 на 3,5 метра пиксель, ежедневные спутниковые снимки, чтобы вы понимали, а что происходит на каждом из ваших полей сверху. Вы можете сравнить разные поля, посмотреть, какое развивается лучше, какое развивается хуже, заглянуть на каждое поле внутрь и посмотреть, а имеет ли смысл, остаются ли какие-то участки в развитии, имеет ли смысл зайти в центр поля и посмотреть на эти участки. И для того, чтобы понимать, а что именно сейчас требует вашего внимания в первую очередь. Помимо этого, если вдруг вы поймете, что у вас есть вопросы и увидите, то у нас есть возможность написать рекомендацию непосредственно для вас под ваш вопрос. Если вы увидите какую-то сложность, вы выехали на поле, можете сфотографировать, сделать отчет и отправить его в качестве запроса на рекомендацию, на консультацию. А что мне нужно сделать сейчас? И наш эксперт посмотрит, он увидит, во-первых, полную историю поля, сегооборот, увидит вегетацию культуры на протяжении всего сезона, увидит технологическую карту. И он сможет комплексно разобрать ситуацию и помочь, что же нужно сделать сейчас для того, чтобы решить с ней возникшую проблему. И одним из таких тоже факторов в плане разрешения проблемы является комплексный анализ. Потому что если агроном на протяжении всего сезона объезжает поля, он использует этот инструмент для сохранения отчетов в системе, заносит технологическую карту операции, сегооборот, у него есть такая площадка для накопления данных, для накопления своего опыта и, самое главное, анализа этих данных, чтобы понимать, почему сложился такой результат на этом поле, почему сложился лучший результат на другом поле, и как раз найти вот эти факторы, найти точки роста, которые помогут вам непосредственно получить лучший результат на всех из ваших полей. И вот эта вот дифференциация, когда разобраться с каждым полем и понять, да, свои точки роста, это то, с чем может помочь Круп Айс. Одним из таких направлений, в котором мы работаем сейчас довольно плотно и в плане картофеля, это прогноз развития заболеваний. Здесь мы смотрим непосредственно по фитофторе и альтернарии. Ключевой момент, что действительно в нашей технологии мы всегда делаем фокус на профилактику. Да, не нужно ждать проявления заболевания, давайте мы все-таки будем ее предотвращать. Но как это сделать правильно, когда применить препарат, особенно, например, первую обработку, здесь мы как раз тоже можем помочь с точки зрения цифры. Смотреть, основываясь на погодных данных, мы наблюдаем за полем, мы смотрим сорт, мы смотрим все оборот, и мы понимаем, когда риск проявления заболевания будет максимальный, причем мы смотрим с потенциалом. И можем подсказать, когда применять первую обработку, и далее даже, несмотря на всю технологию, мы тоже смотрим погодные качели, насколько разница по погоде, по температуре. Мы смотрим также сорт, мы смотрим динамику развития культуры, как раз можем подбирать и частично изменять технологию, и наш эксперт полевой используя эти данные, поможет вам более точечно и грамотно распределять технологическую защиту, чтобы вы получили максимальный результат от каждого из ваших полей. Но самое интересное, это, конечно же, комплексное управление агропроизводством, потому что все-таки наша цифровая платформа это не просто агрономическая система. Хотя, конечно, мы, как агрономы, используем ее максимально в эту сторону, однако функционал гораздо богаче. Во-первых, мы загружаем туда технику, это мониторинг техники, каждая из машин, которая работает, отображается в системе. Мы делаем интеграцию с различными производителями техники, как, например, Ростильмаш. Мы делаем интеграцию с учетной системой 1С. И таким образом вы можете действительно цифровизовать практически все процессы, которые у вас есть на предприятии. Так, например, агроном может непосредственно контролировать выдачу путевых листов, практически избавиться от бумажной работы с учетом списания ТМЦ, контроля работ, описание материалов всех, выдача заданий и так далее. Все можно цифровизовать, упростить и, самое главное, меньше на это тратить времени, сосредоточившись на самом главном, на урожае и потенциале каждого поля. Также у нее есть возможность контролировать операции и на протяжении всех полевых работ смотреть, а как работает техника, соблюдать ли она технологическую скорость, вовремя ли она выходит. Например, мы можем посмотреть по прогрозному окну, эффективно ли время вообще применяется препарат или имеет смысл отложить на несколько часов обработку, чтобы получить максимальную отдачу от нашего препарата. Также руководитель, помимо контроля и эффективного управления, он получает актуальный статус прямо у себя на экране мобильного телефона и таким образом всегда понимает, что происходит по статусу каждого из полевых работ. И самое интересное, он может принимать решения о тех или иных операциях, тех или иных подходах в зависимости не только от загрузки техники или от имеющихся ресурсов, но также и от потенциала и экономического эффекта, который может применести и каждая из этих операций. Я пересказал только небольшую часть, конечно, функционал намного больше, шире, и у нас есть отдельная цифровая команда внутри сингента, которая как раз-таки поможет рассказать вот эти лучшие практики, как применить цифровые технологии, чтобы вы получили максимальную отдачу от этого. Мы можем рассказать, помочь, обучить, потому что иногда такой инструмент во внедрении не всегда простой, и это нужно понимать. Поэтому мы готовы вам помочь, обращайтесь, и самое главное, помните, что все наши технологии, все три этапа нужно применять вместе, сразу, и тогда вы достигнете лучшего результата. Спасибо. А сейчас настало время дать старт новому сезону 2024 года, сезону, который пройдет под знаком новых комплексных решений, которые, в свою очередь, должны вывести производство на новый уровень эффективности и качества в производстве картофеля. И я приглашаю сюда на сцену Ольгу, Михаила и Ольгу. Коллеги, помогите дать мне старт новому сезону. Предлагаю так, давайте, на счет три. 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 Два. Один. Поехали! Три. 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 Продолжение следует...